Продвижение российской армии под Авдеевкой. США обучали украинские спецслужбы. Существуют ли альтернативы наступлению Израиля и попытки Украины и России восполнить запасы вооружений? Я Анастасия Брюханова, вы на канале «Объективы». Здесь мы каждый день обсуждаем важные новости России и мира, а также лучшую аналитику ведущих СМИ из разных стран. Ставьте лайк этому видео, чтобы его посмотрело больше людей. А я начинаю со сводки с фронта. Российская армия продвигается под Авдеевкой, а под Бахмутом роет линию обороны. Такие новости у нас в 609-й день войны. Также я расскажу, как именно ВСУ смогли создать плацдарм на восточном берегу Днепра. Сейчас самая горячая точка на фронте – это Авдеевка. Начнем сводку с нее. За последние пару дней российская армия смогла продвинуться более чем на километр к северу от города, у села Красногоровка, и подойти вплотную к селу Степное. Российские войска теперь физически вышли на железную дорогу в Авдеевку. Правда, эту дорогу уже давно не снабжала гарнизон ВСУ. Это продвижение еще на один километр приблизило российскую артиллерию и минометы к дороге на Орловку. Именно эта автодорога остается единственной трассой, по которой снабжаются украинские войска в Авдеевке. И сейчас эта дорога простреливается чуть ли не всем, что есть под рукой у российской армии – дронами, артиллерийскими снарядами, минометами. ВСУ здесь пытается держать оборону Степного, в том числе с помощью бронемашин пехоты Брэдли. Южнее от Красногоровки российские войска смогли взять ключевую высоту во всей зоне боевых действий – террикон. За этот холм из промышленных отвалов сражение шло больше десяти дней. Вот на этой картинке из блога военного аналитика Тома Купера он все еще обозначен синим цветом, то есть под контролем ВСУ. Но именно эта картинка и показывает значение террикона. С него видно буквально невооруженным глазом все поле боевых действий. И то самое село Орловка, где сходятся главные тыловые коммуникации ВСУ Авдеевке. И дальше село Тоненькое. А в этом селе тоже расположены важные позиции ВСУ, которые штурмуют российские солдаты. Именно на него приходится второе направление, откуда планируют окружить Авдеевку российские генералы. Однако, как показывают кадры с фронта, на самом терриконе постоянных российских позиций нет. Видимо, российские солдаты там появляются эпизодически, чтобы разведать обстановку в районе боевых действий. Как пишет российский военкор Рыбар, чтобы не допустить окружения, украинские генералы перебрасывают в район Авдеевки дополнительные подразделения. О том Купер говорит, что российская авиация в районе Террикона наносит по 11 авиаударов в день. Это самая большая концентрация таких ударов на всем фронте. По словам Купера, с потерей этой высоты украинским солдатам будет еще сложнее удерживать оборону в этом районе. В центре внимания также бои на восточном берегу Днепра. Там ВСУ уже около недели удерживают часть берега, чтобы создать какой-то большой плацдарм. Сейчас ВСУ воюют там малыми пехотными группами, не более 200 человек без тяжелой техники. Ее сейчас просто невозможно перебросить через Днепр. Как пишет Том Купер, украинские солдаты смогли выбить многие российские средства разведки в этом районе, всевозможные камеры, радары. И это, можно сказать, лишило российское командование глаз. Они потеряли возможность следить за обстановкой на островах. Далее ВСУ уничтожили многие средства радиоэлектронной борьбы. И это позволило ВСУ еще свободнее использовать свои дроны. И вот уже украинские дроны сейчас наводят пушки на российских операторов дронов с тепловизорами. Тепловизоры еще недавно помогали российским войскам отдаленно следить за передвижением украинских пехотинцев ночью. Сейчас ВСУ все еще удерживают село Крынки и территорию между Олежками и Крынками. Но постоянных позиций у ВСУ там мало. Поэтому российское командование вынуждено выбивать украинских солдат не огнем артиллерии, а отправлять на зачистку территорий бронетехнику. А вот уже ее с противоположного берега поражает артиллерия украинская. То есть получается, что просто чтобы поддержать свои отряды на противоположном берегу, Украина должна провести вот такую многоходовую операцию по выбиванию разных элементов российской обороны на Днепре. И это еще не означает, что у Украины там появился какой-то плацдарм. Для этого надо будет окопаться, создать уже постоянные оборонительные позиции, выдерживать артиллерийские обстрелы, атаки пехоты, бронетехники. Ну и вырыть укрытие уже для своей техники. И только потом приступить к самой сложной задаче – организовать переправу танков и боевых машин пехоты через Днепр. На фронте под Бахметом продолжаются бои. Южнее от руин этого города ВСУ пытаются выйти к дороге на Опытное и Отрадовку. Российские войска сейчас пытаются создать там окопы, блиндажи, в общем, линию обороны. Ее, кстати, может усилить и река Бахмутка. Правда, в свое время она не стала непреодолимым препятствием для российской армии. В прошлом году эту реку российские солдаты перешли относительно легко. Преградой она стала только во время самих боев в Бахмуте. Как видно на карте высот, будущая линия российской обороны под Бахмутом будет возвышаться над местностью. То есть штурмовать ее будет труднее. Сейчас самые упорные бои на этом участке фронта идут у Зеленополия. Скорее всего, украинская армия пытается войти в тыл российских подразделений, которые обороняются в Курдюмовке. Сейчас прервемся на рекламу. Не перематывайте, это поможет нашему каналу. Скоро вернемся с новостями войны. Нас повсюду окружает монтаж. Будь то новости, кино или ютуб-канал. Именно монтаж задает тон и темп повествованию. Подчеркивает задумку режиссера, удерживает внимание зрителей и вызывает задуманную сценаристам эмоцию. За все это отвечает режиссер монтажа. Подобные специалисты нужны блогерам, а также в рекламе и кино. Их средняя зарплата 150 тысяч рублей в месяц. Освоить такую профессию вы сможете на курсе онлайн-школы дизайна и технологий «Бэнк-бэнк Эдюкейшн». Она выпустила аж три фильма о дизайне, один из которых показали на Международном фестивале документального кино. Вашими преподавателями будут эксперты индустрии. Вас ждут мастер-классы с режиссерами монтажа и продюсерами, работавшими с Нетфликса, Медиатекой, СТС, Медиа и крупными ютуб-каналами. Неважно, какой у вас опыт и навыки, курс рассчитан на обучение с нуля. По завершению обучения вы будете владеть такими программами, как Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve и многими другими. Вы овладеете навыками монтажа, сведения звука, цветокоррекции. По итогу обучения вы соберете целое портфолио. Ролик для Ютуба, видео в формате шортс, рилс или тикток. Смонтируете музыкальный клип, рекламный ролик и даже короткометражный фильм. А карьерный центр поможет вам с трудоустройством. Проведет ревью вашего портфолио и резюме. Даст HR-консультации. Все это не впустую. Выпускники школы BankBank Education работают в таких компаниях, как ВТБ, Nike, МТС. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас или сканируйте этот QR-код. И оставляйте заявку на обучение или на бесплатную консультацию по профессии. По промокоду «Объектив» обучение станет еще более выгодным. Вы получите скидку 50%. Реализуйте свой творческий потенциал прямо сейчас. На двух российских полигонах, где тренируются новобранцы перед отправкой в Украину, нашли пыточные ямы. Об этом вышло совместное расследование важных историй и конфликт-интеллидженс-тим. Речь идет о полигонах Прудбой и Тоцкий в Волгоградской и Оренбургской областях. О существовании таких ям, в принципе, ранее рассказывали военные, но теперь их слова впервые подтвердили спутниковые снимки. Происходит это так. Провинившегося военного кидают в яму и закрывают там крышкой. Перед этим его обычно еще и избивают. Сообщается, что до начала полномасштабного вторжения в Украину практика отправки в яму применялась в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В этой телеграмме возникло новое непонимание между военкорами и Рамзаном Кадыровым. Вчера глава Чечни объявил, что в структуре вооруженных сил России создан чеченский батальон и посетил его новые казармы в Гудермесе. Яблоком раздора стало название подразделения. Батальон называется именем шейха Мансура, чеченского политического, религиозного и военного деятеля, который воевал против Российской империи еще в XVIII веке и умер в Шлиссельбургской крепости. Кадыров даже сам написал, что шейх Мансур, мол, заслуженный деятель первой имам Кавказа. А вот некоторым военкорам такой акцент на исторической личности не понравился. Военкор Юрий Котенок написал, дескать, шейх Мансур всю жизнь убивал русских. К тому же военкор вспоминает, что культ шейха Мансура – это ичкирийская история. С Мансуровым выпускали марки в Чечне при Дудаеве. Ну и к тому же точно такой же чеченский батальон имени шейха Мансура воюет против российской армии сейчас в составе ВСУ. Осенью прошлого года он даже защищал Бахмут. Другие из этой телеграммы тоже возмутились и заявили, что украинский чеченский батальон имени шейха Мансура воюет в Украине против России еще с 2015 года. Его куратор – Анзон Масхатов, сын Аслана Масхадова. А тот, в свою очередь, возглавлял Ичкерию после Дудаева. Пока милитаристы разбираются, за кого воевал и воюет шейх Мансур, в этой истории обнаружился и другой интересный момент. Возглавил созданный в Чечне батальон Руслан Геремеев – фигурант дела об убийстве Бориса Немцова. Под его руководством в батальоне «Север» и служили осужденные за убийство политика. Новый учебник истории авторства Мединского и Таркунова таки изменили. Новшества коснулись раздела о депортации Сталином народов СССР после Второй мировой войны. И это произошло как раз из-за жала представителей кавказских народов на освещение этого события. Из школ Чечни даже изъяли весь тираж. В новой редакции переписанного учебника конкретные народы уже не упоминаются. А просто говорится, что 12 народов были, цитата, «огульно обвинены в предательстве». Авторы отметили, что наряду с отдельными отщепенцами, это тоже цитата, если что, и предателями, пострадали массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей. Ну и перейдем к аналитике. Сейчас в мире то и дело звучат голоса против готовящегося наступления Израиля на газу. По данным CNN, с просьбой отложить операцию выступили США. ООН призывает к полному прекращению огня. Но какая может быть альтернатива силовому решению конфликта в секторе газа? Об этом большая статья в издании «Атлантик» профессора международных отношений университета Джорджа Вашингтона Неда Лазаруса. Он много занимался изучением палестинско-израильского конфликта и поиском вариантов мирного урегулирования. В итоге Лазарус пришел к выводу, что ненасильственный путь не будет иметь эффекта. Прекратить огонь, обменять пленных палестинцев на заложников, ввести над газой протекторат ООН – это звучит, конечно, хорошо, но это едва ли осуществимо, а значит, не поможет справиться с властью в секторе террористической организации, которая фактически и держит в заложниках 2 миллиона палестинцев. Любые полумеры приведут лишь к новым убийствам и страданиям как внутри сектора, так и за его пределами. При этом эксперт согласен с теми, кто предупреждает об опасности наземного наступления Израиля на газу. Действительно, даже если Израиль будет соблюдать все мыслимые меры предосторожности, все равно жертв среди мирного населения не избежать. Еще больше людей останутся без крова, будут вынуждены покинуть свои дава. Кроме того, Хамас наверняка подготовил укрепления, мины, засады внутри городской плотной застройки. У него были годы, чтобы подготовиться к возможному вторжению израильской армии. Другие исламистские группы, в первую очередь Хизбалла, тоже могут использовать это наземное наступление Израиля как повод для эскалации и новых обстрелов израильской территории. Но все это не отменяет того факта, что ненасильственным путем покончить с властью боевиков над газой вообще невозможно. А без этого мир в регионе тоже невозможен. В уставе Хамаса 1988 года прям ясно говорится, что цель организации – это уничтожение Израиля и убийство всех евреев. И это не просто декларация, она подкреплена решимостью тысяч боевиков, арсеналом ракет, деньгами спонсоров вроде Ирана. По мнению Лазаруса, террористы не будут соглашаться ни на какой компромисс. Для них это было бы равносильно самороспуску. Хамас не заинтересован в мирных переговорах. Политики и эксперты, которые утверждают обратное, просто принимают желаемое за действительное, считает аналитик. Дело в том, что за спиной Хамас богата история насилия, террора. С начала 90-х годов боевики этой организации устраивали теракты, чтобы, наоборот, сорвать мирные переговоры между Израилем и организацией освобождения Палестина. 7 октября этого года произошел необычный теракт. Это было хорошо подготовленное вторжение нескольких тысяч вооруженных людей. Их целью стали ведь не военные объекты. Боевики целенаправленно убивали, пытали и брали в плен мирных людей. Эта атака сопровождалась запуском сотен ракет по городам Израиля. И многие падали на территории Газа, убивая при этом палестинцев. Но террористы, вероятно, рассматривают эти жертвы как своего рода, но сопутствующий ущерб. И в этой связи важно подчеркнуть, что самые большие страдания Хамас причиняет самим палестинцам, тому населению, которое организация якобы представляет. По мнению эксперта, Хамас рассматривает успех недавнего нападения как историческое достижение. И это означает, что повторная агрессия — лишь вопрос времени. По мнению Лазаруса, мир в регионе станет возможен только если Хамас будет физически не способен больше атаковать Израиль. Или Хамаса не будет вовсе. Единственная альтернатива наземному наступлению — это разработать другую стратегию, которая лишила бы Хамас возможности проводить военные операции. И в том, что израильтяне в безопасности должны будут убедиться не политики западных стран, а военное и политическое руководство самого Израиля. Но вот проблема в том, что подобной альтернативной стратегии еще никто не предложил. Отдел репатриации в посольстве Израиля в России приостановил прием российских граждан до 27 октября. Об этом заявили в израильском посольстве в Москве. Репатриация стала невозможной из-за приостановки консульских проверок. Moscow Times со ссылкой на адвокатов пишет, что это коснулось всех стран бывшего СССР. По их словам, сотрудников служб безопасности посольств призвали как резервистов на воинскую службу в Израиле. Недаром руководитель одной ЧВК так активно вопрошал, где снаряды. Ведь их количество и вообще наличие на этой войне играют решающее значение. Вот Украина наращивает сотрудничество с Западом в сфере производства вооружений. Не стоит на месте и Россия. Благодаря собственной промышленности и поставкам от союзников, она сможет вести артиллерийскую войну еще долго. Давайте вместе с изданием политика, институтом изучения войны разберемся, как Украина и как Россия пытаются пополнить запасы вооружений, чтобы получить преимущество на поле боя. Начнем с Украины. Вчера премьер Денис Шмыгаль объявил о регистрации совместного предприятия немецкого оборонного концерна Rain Metal и Укроборонпрома. Оно будет работать на территории Украины и займется ремонтом западной техники и производством вооружений по западным образцам. Впрочем, военная промышленность стран НАТО должна еще долго наращивать обороты, чтобы удовлетворить потребности ВСУ в этой войне. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Комышин призвал Запад увеличить инвестиции в украинскую оборонную индустрию. А еще он призывает союзников производить боеприпасы как можно ближе к линии фронта, по примеру Rain Metal. Украина сама в советские времена была центром тяжелой промышленности всего Союза. Заводы и производственные мощности остались у Украины и сейчас, и она пытается их развивать. Впрочем, по мнению Комышина, она не справится в одиночку. Страна нуждается в инвестициях и помощи западных союзников. По оценкам экспертов, одних только артиллерийских снарядов ВСУ нужно не меньше полутора миллионов в год. И если боеприпасы в достаточных количествах будут производить внутри страны, это существенно облегчит дело снабжения фронта. По словам Комышина, нынешних темпов производства из поставок недостаточно. Проблема тут в том, что западная оборонная промышленность не готова к войне такого масштаба. По мнению министра, сейчас все мощности стран НАТО вместе взятые не могут удовлетворить потребности фронта. Ведь обе армии в Украине расходуют боеприпасы со скоростью, не виданной за последние десятилетия. И пока Украина укрепляет связи с Западом, пытается нарастить промышленные мощности, Кремль тоже ищет помощь, в том числе и за рубежом. По данным Института изучения войны, уже в сентября Северная Корея поставляет снаряды в Россию. И согласно информации западных спецслужб, Пхеньян уже передал Москве от 300 до 500 тысяч снарядов. При расходе в 10 тысяч снарядов в день это хватит на месяц с другой боевых действий. А именно столько артиллерийских боеприпасов сейчас ежедневно и выстреливает российская армия. Всего же, по данным эстонской военной разведки, у России на складах хранится еще около 4 миллионов снарядов. Конечно, маловероятно, что вооруженные силы с такими запасами проведут масштабные наступления. Но Россия, вероятно, в обозревом будущем сможет поддерживать достаточную плотность артиллерийского огня. И в следующем году все будет зависеть от того, сможет ли Запад поставить в СУ достаточно боеприпасов, чтобы у Украины было превосходство на поле боя. И, кстати, про западные инвестиции. Несмотря на войну, инвесторы снова начинают вкладываться в проекты в Украине. Но, как рассказывает Wall Street Journal, это все еще сопряжено с большим риском. Вскоре после российского вторжения многие западные компании вышли из Украины. Их можно понять. Вести бизнес под постоянными обстрелами, с перебоями электричества, мягко говоря, непросто. Да и Нацбанк Украины жестко контролирует курс гривны, задрал ключевую ставку. Поэтому брать кредиты на развитие бизнеса стало дорого. Новых инвесторов в такой климат не привлечешь. Но прошло время, инфляция улеглась, правительство накопило хорошую подушку безопасности в иностранных резервах. И Национальный банк ослабил контроль гривны и начал снижать ключевую ставку. А значит, и инвесторам становится выгоднее работать в Украине. Например, компания Chicago Atlantic собирается инвестировать до 250 миллионов долларов в строительство жилья. Немецкий байер потратил 60 миллионов долларов, чтобы расширить завод по обработке семян. На столе расширяет производство лапши быстрого приготовления. Макдональдс так вообще вернулся в прошлом году и даже открыл новые точки. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что идут переговоры о возвращении с Икеей, Чендем и Зара. Но все не так радужно. Сами инвесторы признаются, что очень сильно рискуют. Если Украина проиграет войне, то они могут остаться вообще ни с чем. Да и прямо сейчас в стране проблем немало. Кроме коррупции и скачущей гривны, приходится мириться с реалием войны. Каждое новое здание обязано иметь бомбоубежище. Иностранным гостям приходится заказывать охрану, бронемашины. Плюс очень большие проблемы банально со страховкой. Да, примерно две трети страны физически война не затронула. Но иностранные страховщики боятся гарантировать здоровье и безопасность инвесторов. Это же военная зона. Впрочем, некоторые страховые компании все же пытаются помочь Украине. Компания «Марш Маклина» отправила в Украину своих специалистов для оценки рисков. И они составили специальную базу данных, которая учитывает российские атаки и выявляет наиболее безопасные места в стране. Так они планируют привлечь инвесторов в менее рисковые индустрии, вроде зеленой энергетики. Наконец, когда Моклов меч на стране висит, и риск уменьшения американской поддержки. Если Вашингтон вдруг перестанет поддерживать украинскую экономику, Нацбанку снова придется закрутить гайки. А там уже будет не до борьбы с коррупцией, не до привлечения иностранных инвесторов. С самого начала войны и Служба безопасности Украины тоже ведет свои сражения, детали которых раскрываются редко. Подрыв Керченского моста, убийство коллаборантов и высокопоставленных военных на оккупированных территориях. Да и в России они организовывают атаки дронами и даже убийства. Как СБУ удалось спланировать и реализовать эти операции? И при чем тут ЦРУ? Узнаем вместе с расследованием газеты Вашингтон-Пост и ее источниками в Киеве и Вашингтоне. Американские спецслужбы начали работать с СБУ после аннексии Крыма. С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы сделать из спецслужб Украины достойных соперников российским. Украине от Советского Союза досталась устаревшая во всех смыслах разведка. И ее пришлось переделывать, но практически с нуля. Американцам нужно было работать аккуратно. В старом СБУ было много агентов ФСБ. Им пришлось создать совершенно новое отделение разведки, которое назвали «Пятое управление». Американская разведка передавала Украине передовые системы слежения и перехвата информации, делилась разведданными, а также обучала специалистов, как в самой Украине, так и в Штатах. Кроме того, ЦРУ буквально построила новую штаб-квартиру для украинской военной разведки, опасаясь, что старое здание скомпрометировано российскими спецслужбами. И ЦРУ продолжает активно сотрудничать с СБУ и во время войны. Но вот чем американцы не занимаются, по их словам, так это они не планируют конкретной операции за украинцев. Да, они говорят, что могут знать о них. Например, ЦРУ было известно о планах подорвать Керченский мост. Но к целям и методам они, мол, отношений не имеют. Все делают сами украинцы, основываясь на полученных знаниях. Также Киев, согласно расследованию, старался не использовать в операциях, которые проходили вне территории страны, американское оружие, деньги и оборудование. Однако ЦРУ далеко не всегда оказывались довольны тем, какие цели и методы выбирают украинские коллеги. Долгое время Пятое управление просто собирало информацию, нанимало агентов в стране противника, готовило диверсионные операции. Но вскоре они перешли на более радикальные методы. Как утверждают сами украинцы, за смертями многих лидеров так называемых ДНР и ЛНР стоит именно СБУ. Но если убийства военных в ЦРУ могли принять, то гражданские, даже выступающие за войну, это уже слишком. То же убийство Дарьи Дугина они посчитали бессмысленным. А вот в украинской разведке мнения разошлись. Первоначальной целью этой операции был ее отец, Александр Дугин. Но часть разведчиков считает, что раз они оба занимались пропагандой войны, то они вполне законные цели, хоть и гражданские. Другие все же считают операцию как минимум циничной. Да и, по их мнению, есть куда более значимые цели. Помимо Дугина, украинские спецслужбы и не только СБУ, но и Главное управление разведки также стояли за убийством ряда других людей. В частности, бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Подрывы Крымского моста и атака беспилотников на Кремль тоже были организованы СБУ. Как отметил один из бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки, сейчас они, по сути, создают второй МОСАД. Это израильская спецслужба, которая известна в том числе убийствами за рубежом и другими операциями. И в ЦРУ опасаются, что натренированные ими украинцы скоро пойдут по стопам израильских коллег. Например, начнут охотиться за россиянами не только в Украине и России, но и в других странах. При этом бывший ЦРУшник не уточнил, будут ли это россияне, связанные с войной или вообще все подряд. При этом такое осмелевшее СБУ может и вбить серьезный клин в отношения между Киевом и его западными партнерами. Но пока ЦРУ не собираются бросать Украину. Правозащитнику команды против пыток юристу Магомеду Аламову угрожают убийством в Идгушетии. Все из-за того, что он в начале октября подвез на машине 28-летнюю Марину Янзиеву. Она сбежала из семьи из-за домашнего насилия и угрозы убийства чести. Родственники Марины Янзиевой, непростые люди, похитили самого Аламова и угрожали убить уже его и его семью. В телефонном разговоре они обещали девушке сделать это, если та не вернется домой в течение недели. После этого Аламова отпустили, сейчас его передвижение никто не ограничивает. Но он уехать не может, потому что боится за безопасность своих близких. У Аламова пять детей, больной отец и много других родственников. Незадолго до того, как схватили самого Аламова, чеченские силовики арестовывали его брата, чтобы оказать на правозащитника давление. Янзиева возвращаться домой все равно отказалась. В разговоре с журналистами «Медиазона» она назвала действия членов семьи аморальной и омерзительной манипуляцией. По информации правозащитников, тетя Марина Яндиевой возглавляет Минздрав Ингушетии, а дядя работает в МВД. По сведениям главы Комитета против пыток, другой дядя Яндиевой имеет связи замминистра обороны России. Юристы и правозащитники уже обратились в МВД и прокуратуру. Обращение направили и уполномоченный по правам человека в России Татьяне Москальковой. Мы будем следить за этим сюжетом. За последние два года российские власти увеличили число регионов, в которых работает система видеокамер с распознаванием лиц. Теперь таких регионов целых 62. Фактически в стране уже функционирует трансрегиональная система слежки за гражданами. Уже заработал единый центр хранения данных. Теперь у властей появилась возможность найти человека в любом из этих регионов, рассказал агентство юриста Роскомсвобода Саркис Дарбинян. По его словам, Россия построила вторую по масштабу систему видеонаблюдения в Евразии. Больше системы только в Китае. Ни в одной европейской стране ничего похожего нет. А в некоторых прямо запрещено законом устраивать систему видеослежения с распознаванием лиц. Умер уже второй за год глава Совета директоров Лукойла. Согласно официальной информации, причиной смерти 66-летнего Владимира Некрасова стала сердечная недостаточность. В прошлом году умерли сразу несколько российских топ-менеджеров. Например, почти год назад, согласно источникам РПК Интерфакса, из окна больницы выпал его предшественник Равиль Маганов. Ранее скончались топ-менеджер «Газпрома» Александр Тюлюков, гендиректор, работавший с «Газпромом» компанией «Астрошиппинг» Юрий Воронов и бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев. Суд вынес приговор двум мужчинам, которые в августе напали на 18-летнюю девушку в Каменске-Уральском из-за ее голубых волос. Одному из них дали три года колонии строгого режима, а другому три года и два месяца. Нападавшие окунали девушку в фонтан, били полицей и угрожали убийством. Помимо цветоволос им не понравилось, что потерпевшая якобы похожа на еврейку. Еще мужчины кричали, что они участники СВО. Правда, в МВД заявили о том, что оба уже ранее были судимы. Информация об их участии в войне не подтвердилась. Новым символом Кемеровской области стал динозаврик – кузбасик. Об этом сообщил глава региона. По его словам, кузбасс – это родина динозавров, с этим не поспоришь. Уже много лет ученые изучают обнаруженного в Шестаково пситтокозавра сибирского, заявил чиновник. В качестве имени для символа области рассматривались еще такоша и чебулашка. Да, именно через «л». Но, что характерно, имя динозавра сейчас пишут через «з» – символ войны. Динозавры вообще-то классные. Букву «з» мы им потом сотрем, и будут они совсем миленькие. До завтра! Субтитры подогнал «Симон»!